Здравствуйте, дамы и господа! Мы ведем репортаж из коттеджного поселка Ритм природы. Я рад вам представить этот поселок в новом виде. Мы были здесь год назад почти и сейчас мы здесь опять находимся и здесь многое изменилось в положительную сторону. Я бы назвал поселок образцом того, как должны выглядеть, строиться поселки комфорт-класса. То есть это не элитный поселок, но и не эконом-класс. Он прекрасный для жизни, комфортный поселок для среднего класса. Мы находимся в Новом Москве, в 25 километрах от МКАД, по Киевскому шоссе, несколько километров в сторону. Здесь тишина, все окружено лесом, природа. Это исторические места. Хочу отметить, что буквально в паре километров отсюда есть развитая инфраструктура, город Апрелевка, ну и Киевское шоссе, которое легко доставит вас до новых станций метро Саларьево-Румянцев. Буквально в 100 метрах от поселка есть зона отдыха Лукоморья с большим прудом и соответствующей инфраструктурой, где люди могут отдыхать и наслаждаться жизнью. Мы подходим к дому. Обратите внимание, крыльцо отделано керамогранитом, входная дверь сделана из теплого алюминия. Это дорогая качественная европейская дверь и над ней стеклянный козырек. Участок сделан газон, парковочная площадка и вон там мы видим индивидуальную станцию биоочистки, производство Тверь, это лучшая в России станция, она там стоит из семи камер и рассчитана для такого дома на 5-6 человек, это достаточно. Он двухэтажный, в нем высокие потолки, он построен на мощном фундаменте 29 свай бетонных, толстый пол первого этажа. Стены построены из керамического полизованного блока, производства города Джель. Это очень качественный продукт, 44 сантиметра толщина блока, это уже достаточно, но снаружи дом облицован двумя слоями утеплителя и приклеена клинкерной импортной плиткой. У дома металлическая водосточка, качественная, из толстого металла. Цоколь отделан керамогранитом, это гораздо лучше, чем плиточка отделан или искусственным камнем. Вот это термопанель с клинкером импортного производства, она двуслойная. Сначала идет пенопласт, а дальше идет более плотный пенополистирол. И это делается для того, чтобы там, где идут стыки плит термопанельных, этот стык ложился на более нижний слой, где в этом месте стыка нет. Таким образом исчезают места проникновения холода. Поселок полностью обеспечен электричеством, здесь мощная трансформатная станция, которая на каждый дом обеспечивает 15 больше киловатт. Есть общий водозаборный узел, который качает воду с глубины примерно 85 метров. Каждый собственник уже может поставить себе индивидуальную дополнительную очистку, которая обойдется ему недорого. Полный комплект будет стоить не более 70 тысяч рублей и обеспечить уже совсем качественную воду. Итак, мы в готовом для жизни доме. Функционально на первом этаже находится прихожая, санузел, жилая комната от 10-12 метров квадратных, в зависимости от дома, котельная и общее пространство кухня-столовая-гостиная. Примерно 40 квадратных метров. Обратите внимание на большие окна. Во-первых, проем не меньше двух метров высотой. Во-вторых, обратите внимание, какой используется стеклопакет. Это стеклопакет производства компании Века. Верхняя по качеству линейка. Его толщина 70 миллиметров. Это много. Обратите внимание, на дистанционная рамка сделана пластиковая, не металлическая. Это принципиально важно для высокого тела сбережения. И белого цвета резинка. Она дороже, чем черная. И также качественная фурнитура фирмы Mako. Долговечная и очень хорошая. Стены покрашены немецкой краской. Очень качественная. Электрика компании Schneider. Последняя линейка. Модная и стильная. Вообще, в доме все провода медные, соответствуют требованиям ГОСТа. Это важно, потому что они по сечению такие должны быть. Это дороже, чем более дешевый вариант. Потолки 3 метра. На полу лежит керамогранит. Под ним водяное отопление. В доме применено только водяное отопление. Это более чем обеспечивает дом теплом, с учетом того, что дом очень качественный с точки зрения теплоизбережения. Я уже рассказывал о толстых стенах, качественный керамогрический блок, толстое утепление. Все это позволяет дом отапливать с помощью теплового насоса. И в этом изюминка этого поселка. Пойдемте, я вам расскажу и покажу. Я стою рядом с тепловым насосом. Тепловые насосы широко распространены в Европе и сейчас у нас тоже завоюет большую популярность. Это хорошая альтернатива магистральному газу. Дело о том, что сборы за подключение газа сейчас в ближайшем Подмосковье достигают от полмиллиона до миллиона рублей и требуют длительных согласований. И в некоторых местах они просто невозможны и надо ждать годы. Здесь не стали ждать годы. Здесь застройщик включает в стоимость дома тепловой насос немецкого производства компании Wisman. Пример его мы видим здесь. В этом доме использован геотермальный тепловой насос. При домах также используются воздушные тепловые насосы, которые тоже ничем не уступают геотермальному. Они обеспечивают дом в достаточной степени теплом. При этом стоимость зимой в таком доме расходом на электричество, которое питает этот насос, составляет всего 4000 рублей в месяц зимой, что совершенно сопоставимо с расходами на магистральный газ. Кроме того, ставится еще маленький электрический котел с бойлером, который подогревает горячую воду. Потому что задача этого котла, в первую очередь, греть теплоноситель в полу. Его температура обычно там до 30 градусов. Важная особенность такого насоса является то, что он очень долго служит, не ломается и не требует обслуживания, что выгодно отличает его здесь от газовых котлов. Посмотрите, какие красивые двери. Они белые, дерево, мдф, итальянская фурнитура. Особое внимание обращаю на лестницу в этом доме. Эта лестница сделана по таким, согласно последним европейским трендом. Здесь металл 8 миллиметров, она очень крепко и надежно держится. Она прозрачная, воздушная, очень хорошо вписывается в интерьер и создает правильный дизайн. В качестве пенек это срощенная, клеенная мощная доска из лиственницы, которая прослужит тоже долгие годы. Мы на втором этаже. Здесь тоже высокие потолки, примерно 2,85, может быть 2,90 и здесь три спальни. 20 метров, примерно 16 метров и 14 метров квадратных. Большой спальня, собственный санузел с душевой кабиной, а вот рядом со мной общий санузел, здесь ванная. Все отделано красивой качественной плиткой в санузлах, стены идеально ровные, покрашены немецкой краской. Обратите внимание на светильники, они импортные. Вот как работает светильник, посмотрите. Одной клавишей три разных режима. одной клавишей. Это очень качественный, хороший, дорогой светильник. Мы покидаем этот дом через вот такую прекрасную дверь со стеклом из теплого алюминия, дорогую, красивую и современную. Подробно об этом поселке вы можете узнать на нашем сайте, там представлены дома, которые предлагаются. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного. Всего доброго!